Первый взгляд на движущуюся змею А вот сейчас очень важный момент Очень удивило своим поведением Все-таки решилась подойти к змее Я оставила скрытую камеру в комнате И вот тут-то я очень удивилась, когда поняла Привет, я Аня Мэджик И сейчас пока что со мной тут нет моих четырех собак и кошки Потому что сегодня у нас будет очень необычный поведенческий эксперимент Из рубрики «Что будет если?» Дело в том, что недавно в подарках я нашла вот эту вот прекрасную змеюку И я на самом деле в первые секунды подумала, что она реально настоящая Настолько она реалистично сделана, что даже когда ее в руках держишь Вот ощущение, что это живая змея И я подумала, что будет прикольно посмотреть на реакцию моих животных на змею Если она еще и будет двигаться, передвигаться В общем, если вы тоже, как и я, любите реакции животных То ставьте лайк этому ролику И пишите внизу в комментариях, чья реакция вам понравилась больше всего Но до того, как мы начнем Я хотела бы поделиться с вами кое-чем из своей жизни Так что те, кому в лом слушать что-то личное, меня не знает или просто неинтересно Можете сразу переходить к эксперименту Я вас задерживать не хочу Многие очень спрашивают в последнее время, почему реже стали выходить ролики на всех каналах Дело в том, что мы приближаемся к завершению строительства дома мечты Magic House, как я его называю И надеюсь, что уже осенью мы туда въедем наконец-то И это, конечно же, отнимает огромное количество сил, времени Постоянное мотание в Москву за какими-то покупками Решение каких-то вопросов, дел Поэтому ролики действительно выходят чуть реже Но я думаю, что очень скоро уже совсем все будет либо как раньше Либо ролики будут выходить на всех каналах один раз в неделю Я еще подумаю Еще одна новость это то, что мы с вами увидимся 21 и 22 июля в Санкт-Петербурге Подробно я напишу в инстаграмах питомцев и в своем инстаграме, где и как это будет И точно так же 29 июля, если кто-то не успеет 21 или 22 в Питере со мной увидеться И мы увидимся 29 июля в Питере на ВК-фесте Все подробности тоже буду писать в инстаграмах, вконтакте, в общем, где-то в соцсетях Также я планировала этот ролик выпустить чуть раньше Потому что с 6 по 9 июля на сайте mypads.ru была акция, скидка большая на все товары И в том числе на наш Magic Merch Но, к сожалению, ролик вышел позже этой даты И не все знают об этой скидке 20% В общем, кому интересен мерч, кто очень хочет его заполучить Ссылки у меня всегда там в описании к видео И там же ссылки на сайт нашего корма Платинум Все равно в последнее время, несмотря на то, что я везде говорю, чем я кормлю своих собак Постоянно меня спрашивают, Аня, чем ты кормишь своих собачек А еще очень многие спрашивают, Аня, когда же ты снимешь ролик на лайв-канал Я не буду ничего обещать, но я надеюсь, что в скором времени и там все наладится На канале моих волшебных питомцев Magic Pets я озвучила распаковку лолов А на моем канале Animagic вышел новый выпуск про семью Смешилкиных Ну, еще вот последнее скажу Очень вас прошу, ребят, потом, когда смотрите ролик Сходите и посмотрите канал Евгения Клопотенко Я ссылку на него тоже в описании оставлю Это парень Женя из Украины Он победил там в кулинарном шоу И он просто очень классный человек Я хочу, чтобы вы его поддержали Если вам понравится, подпишитесь там Наставьте ему лайков, напишите комментариев Потому что он снимает крутые видео по кулинарии Рецепты там, в общем, для тех, кто любит покушать Просто хочу поддержать Женю Потому что он устроился работать в кулинарный техникум Он пытается изменить систему питания в Украине в целом Он хочет изменить питание в школьных столовых В общем, Женя просто очень хороший человек А я всегда тянусь к людям с открытой душой Мне хочется им помогать Все, да, поехали! У нас есть очень реалистичная игрушка-змея Которую мои питомцы никогда не видели, не нюхали А значит, это абсолютно незнакомый для них предмет Который еще и похож на нечто живое Я освободила комнату от клетки с моим хомячком Рики Чтобы она не отвлекала никого И убрала лежанки, чтобы было больше свободного места К голове змеи я привязала нитку Чтобы у меня была возможность управлять змеей Не находясь в комнате Этот поведенческий эксперимент покажет мне Как мои животные относятся к посторонним движущимся предметам И проверит каждого в подобной ситуации Чтобы потом понять, стоит ли мне заниматься с кем-то дополнительно на эту тему или нет Первой у нас будет покемон Юмичу Моя самая младшая собака 27 декабря Юми исполнился годик Я закрываю ее в комнате, но она еще не знает, что сейчас за ее спиной Змея Первое движение змеи ее не напугало Она ее просто понюхала и пошла дальше заниматься своими делами Но сейчас змея поползет Похоже, Юми больше не поняла, что это за нитка такая И вот первый взгляд на движущуюся змею Юми насторожно выходит опять из кадра Потом пытается приблизиться к объекту Наблюдает за ниткой, но не понимает, что происходит Юми какое-то время находится в комнате со змеей То обращает на нее внимание, то нет И явно недоумевает, почему она двигается Снова уходит, обходит сзади, начинает изучать запахи И нюхает пол, где ползла змея Но логично, что у игрушечной змеи нет никакого живого запаха А вот сейчас очень важный момент Собака бы не повернулась спиной к чему-то, чего она боится или не доверяет Наоборот, она бы удерживала внимание на объекте А Юми отвернулась, значит змея по ее мнению не так уж и опасна Дальше ничего не происходит и я решаю сменить место Теперь змея двигается в сторону камеры Но в этот раз Юми решает игнорировать ее Держаться в стороне и занимает позицию стороннего наблюдателя Возможно она и не понимает, что это за змея Но уже знает, что я рядом, чувствует мое спокойствие Значит мы в безопасности, поэтому просто теряет интерес Я выдаю ей розыгрыш и Юми не боится змеи у меня в руках Ну что ж, настало время Софи Что будет делать она одна в комнате с ползущей змеей А вот Софи меня очень удивила своим поведением Обычно заинтересованная, активная и бесстрашная собака Софи с самого начала решила занять позицию в углу И не контактировать с подозрительным объектом вообще И тут я вспомнила, когда мы пару лет назад жили долгое время в Таиланде И у меня было всего две собаки, Софи и ее брат Эйван Одной из опасностей были ядовитые змеи И я приучала их ни в коем случае не прикасаться к подобным объектам И скорее всего, несмотря на то, что это было довольно давно Софи помнит это Я меняю позицию, дверь в комнате открыта И Софи Все-таки решилась подойти к змее Но испугалась первого же ее движения Возможно по той же причине Помня, что этот объект небезопасен И дальше она просто ходит из комнаты туда-сюда Возвращается, но к змее приближаться не решается Я выдаю ей розыгрыши В принципе, Софи нормально относится к этой игрушке Все? Поняла, что это не страшно? Да? Поняла? Поняла, что это не страшно? Софиш, поняла? Следующий брат Софи Эйван Моя самая старшая собака и единственный мальчик Эйвану в апреле было 7 лет Кстати, возраст тоже влияет на пугливость собаки Вообще, с возрастом у собак, как и у людей, может меняться характер На удивление, Эйван вообще игнорирует ползущий объект Его больше интересует дверь Или, скорее всего, нитка, ведущая в дверь Чем сама змея За все время нахождения в одной комнате со змеей Он даже ни разу к ней не подошел Хотя в какой-то момент, когда я сменила место Она его немного заинтересовала Но он решил просто уйти Когда он понял, что это всего лишь розыгрыш Он обрадовался и стал со мной играть Вообще не обращая внимания на змею Следующая моя собака Миша Так как она попала ко мне уже взрослой У Миши сложился свой характер И не всегда получается изменить психологию собаки Даже несмотря на время и старания Миша трусишка И так как я не видела, что происходит в комнате И только потом, когда зашла в комнату Я поняла, что Миша спряталась за камеру и не выходила На, понюхай Да? Не бойся Дай лапку Лежать Вот, молодец Сидеть Сидеть Молодец Пап, дай лапку Мишаня, выходи Миша ушла и они вместе с Эйвеном улеглись в лежанку в спальне Ну а я оставила змею в комнате Чтобы собаки все-таки, если ходят мимо Видели ее и привыкали к постороннему предмету Чтобы она их больше не напрягала И пока я занималась своими делами Я оставила скрытую камеру в комнате А потом уже на монтаже увидела Что Юмичу не раз заходила в комнату И даже проказничала там Она уже явно не боялась змеи Потом она где-то нашла все-таки маленький мячик И решила с ним поиграть Что говорит о том, что она уже абсолютно привыкла к странному предмету И он ее не напрягает А так как Юми и София все-таки самые активные собаки По сравнению, например, с Мишей Эйвеном И это тоже нормально, как я постоянно говорю Что у собак, как и у людей, есть свои характеры Софиша последовала ее примеру И тоже перестала бояться змеи, спокойно заходя в комнату Ну что ж, а теперь настал черед моей кисы Алисы Знакомиться со змеей Алиса кошка И она, конечно же, сразу заинтересовалась движущимся объектом И если у собак очень многое зависит от породы Например, охотничьи собаки Так, Сококерспаниель, Бассетхаун, Джекраселтерьер, Борзая, Русская Гончая и другие Они бы, скорее всего, активно реагировали на змею А вот Чихуахуа это собака-компаньон То у большинства кошек все-таки развит охотничий инстинкт Особенно учитывая, что Алису я вытащила из канализации И все ее родственники, скорее всего, беспородные А может даже уличные бродячие кошки А значит, они активные охотники Поэтому Алиса вряд ли должна была испугаться этой змеи И скорее она ее заинтересовала так же, как и нитка, ведущая куда-то от нее И вот тут-то я очень удивилась Когда поняла, что нитка Алису смущает больше, чем какая-то там змея Но инстинкт берет свое И Алиска, конечно же, хочет играть и победить врага И даже активные нападения змеи ее не пугают, а только раззадоривают Так как Алиса моя первая кошка, вот именно моя кошка И мы с ней вместе еще меньше года Я пока что еще изучаю их поведение Читая о воспитании, психологии кошек И многого еще могу не знать В отличии, например, от того, как я разбираюсь в собаках Короче, киска Алиска покорительница, охотница и просто королева змей Так что, если рассуждать, кто победил в этом бою с игрушечной змеей Алиса или змея, то я думаю, конечно же, киса А вы? Ну что ж, ребят, я думаю, что киса Алиса просто бесспорный победитель в сегодняшнем нашем эксперименте К сожалению, никогда не можешь угадать, какая у кого будет реакция А вы, если хотите увидеть, как киса Алиса и Юмичу реально дерутся Их взаимоотношения, то переходите на канал Magic Pets Там ссылочка на новое видео в описании И там же ссылочка на новый выпуск про семью смешилкиных на канале Animagic Это прям 15-минутное кино Заваривайте чаек и идите смотрите И увидимся в новых роликах Пока!